Выступали люди, рассказывали про адресацию. Одна из штуковик, которую я недавно делал, это басит адресов. Ну, собственно, как вообще я на это напал? На дисклайдном институте выложился список адресов. Список, в принципе, компаний, у которых скоро будет проверка из некоторых органов. Там, ну, как бы, у меня есть некоторый бзик на большие наборы данных. Там было очень много данных, там был список адресов. Эти адреса были практически структурированы, они были очень красивые, их было много, и это все были адреса каких-то реальных мест реальных компаний. Ну, и, собственно, как они выглядели. То есть, после того, как от них очищалась всякая реша работы самой базы данных, которая там была, оставлялись просто адреса. Что там видно? Видно, что там есть индекс. Индекс иногда потерянный, разное написание городов, разное написание домов, иногда есть комнаты, комната правления, там, ну, всякие разные вариации, чего там бывает. Ну, захотелось это иметь в каком-то... Ну, первое, что меня заинтересовало, там есть индекс дома и номер дома. Вот. Ну, и первое, что я сделал, я посчитал какую-то статистику по базе. Выяснилось, что самый популярный адрес — это нет. Ну, чуть популярнее в соответствии с фактическим адресом. 129 организаций, в них в адресе написано «Улица Перова 2А». Вероятно, именно поэтому им высылается Поверка. Ну, остальные — там, Российская Федерация. Я не знаю, как Поверка будет доходить по этому адресу, но, в принципе, наверно, как-то доберется. Я не знаю. Возможно, Поверка будет доходить, но я только заливаю, чтобы все в тюрьме. Ну, в общем, это все грустно. Ну, в общем, мысль какая возникла, когда я взял этот список ресурсов, что нужно как-то не... Ну, традиционный подход — это давайте посмотрим в базе ОСМО, где есть такие адреса. Ну, я подумал, посмотрел, что, в принципе, там очень много адресов, которых, в принципе, нет в ОСМО. Поэтому нужно выгонять подход и сначала посмотреть, какие части адреса есть, и протектировать каждое слово, узнать, что это за слово. То есть это улица, это название улицы, это номер улицы или номер дома, или это какое-то еще слово. Ну, и после этого как-то привести их в общую форму, в каноническую, в таком виде, в котором они указаны в базе. В ОСМО. Ну, то есть в каком виде их можно ожидать в ОСМО. И после этого посмотреть, ну, есть такой объект ОСМО или нет такого объекта ОСМО. Тут не очень видно на экране, что последние два пункта сереньким они еще пока не сделаны. Ну, в общем-то, к чему это все привело? Это привело к тому, что, ну, мне пришлось создать список каких-то слов, которые обозначают... Каждый из частей адреса каким-то образом модируют, что если в токене написано, что это аэропорт, то это, скорее всего, название дома. Если там есть кавычка, то это, скорее всего, название дома. Если там написано область, то это область. То есть, если там написано «эт», то это этаж. Ну, и после того, как каждому из слов, которые удалось найти, было запоставлено какие-то значения, что это значение полезное или бесполезное. Потому что, ну, в базе ОСМО, например, не будет встречаться там диде, вор, страница, товарищиство. то есть это значение которых не останется после того, как мы будем искать уже в самой базе Rosmode. Их был оставлен так как рабочий, что-то ненужное слово, но оно в принципе означает, что это какое-то, оно указывает на то, чем является фавориатом с этим словом, но не указывает, что нужно смотреть с самой базикой. Но после этого получился такой мини-деббинг, то есть почтовый индекс, регион, улица и Дон Старине. И вот так вот в принципе достаточно много адресов отзывалось. Дом 4.6 и номер подъезда. И множество других интересных вещей, которые в принципе можно не встретить в Rosmode, там как этаж и другие части адреса. Ну, как бы сбратегировать нарез, то есть что индекс, он в принципе цифровой, у него первая цифра это индекс, и его не нужно никуда распространять, что дальше после него есть отделяющая часть, после чего есть город, маркер того, что это город, который нужно выбросить. Дальше того, что у него есть регион. Ну и в принципе на каждое слово есть какой-то набор тегов, который либо был поставлен по таблице, либо была сделана какая-то догадка, чем он является. Ну вот, оттуда найти еще каких-нибудь данных, которые прогнать через этот жиловый регион и что-то получить. Все вот эти поля, которые сделаны, можно видеть, что они выглядят очень одинаково. То есть там есть сотни тысяч адресов, в которых написано «Москва», ну и «Москва», наверное, нужно написать там с большой буквы и как-то это нужно организовать. То есть для улиц такой проект есть. Товарищам Дмитрий делает проект «Стритманнер», и в принципе в библиотечке можно увидеть, что она работает. То есть у новой пасманной превращается в новую пасманной улицу, это можно прямо прямым матчем смотреть по «Стритманнер», не делая никаких промежуточных операций. Ну, осталось сделать то же самое для всех остальных полей, и можно сделать якузинг под ним запрос в базе без каких-то промежуточных впечатлений. Контик? Ну и где «Бадь»? Если есть какой-то вопрос, можно задавать. Что на выходе получилось? На выходе получается адрес в структурированной форме. Это можно в поиске использовать? Это можно использовать в поиске. Ты используешь это в поиске? Пока нет. А как ты это используешь сам? Я смотрю на данные, мне нравится смотреть на данные. А ты вроде как писал геокодер? Да, я писал геокодер, и в принципе его можно туда воткнуть, именно в ту часть. На самом деле вот эти штуки, их можно в принципе скормить напрямую на Minotimo. Но у Minotimo есть айпишка, в которой можно скамбливаться в такой форме. То есть самкуп аттегированное что? Вот это чапик. Вот мне нужно город такой-то, улица такая-то, ведь вам такой-то. И он в принципе должен намного быстрее дать ответ. Ну, я думаю, что в таком случае можно выкинуть ту часть Minotimo, которая отвечает за пасинг-адрес, и самкупы скамбливать, ну и сделать что-то проще и легче на Minotimo. А ты как-то оценивал, сколько процентов таблицов дает? Ну, тут можно понимать, что это зависит от базы базы. Но конкретно той базе процентов 80 он тегирует. Я не оценивал, как именно точно он тегирует. Но на вид, глядя глазами на таблицу, все похоже на правду. Да, сложно оценить. Да. Есть сложные случаи, там очень много опечаток. Там стрение вместо строгения, строгение и прочее. По качеству мне тоже не очень понятно, что делать. А вообще там видно, это адреса исправщика выбирались руками? Адреса, судя по всему, набирались руками. И они очень разные, потому что там очень много адресов, в которых через запятую много адресов, через точку запятой несколько адресов. Причем, что интересно, почему я, собственно, начал этим заниматься, именно вот в вопросе езды. Потому что в такой форме можно каким-то образом осмотреть, что здесь не один адрес, а два адреса в одном городе. Ну, там, город Москва, улица такая-то, дом такой-то, коммунда такая-то, забитая, улица такая-то, дом такой-то, коммунда такая-то. То есть это какие-то структуры из этого можно вытащить. повторяющиеся адреса. Я правильно понимаю, что, например, если есть задача найти улицу, то в том числе по квалификатору, по поиску, кул, точка. И в то же время по зависимости от того, что слева от этого объекта может стоять город, который мы нашли до этого. То есть как ты определяешь это? Ну, я пока что смотрю только по ключевым словам. По ключевым словам и дальше их размазываю. То есть я сначала иду с конца в начало. То есть какое-нибудь старье имя сначала говорит о том, что 14.02 – это, скорее всего, тоже номер дома. И потом 14.02 говорит, что D – это тоже номер дома. Ну, а потом все в лабораторе стало на то же самое. До разделителей. То есть я считаю, что запятые мешают уже дальше. Я к тому, что если ты нашел город точно, то это предполагает, что у тебя следующее, что, скорее всего, будет недавно. Пока что нет. Иерархия, во что это все должно, так сказать, преобразиться? Преобразиться? Я считаю, что это должна быть какая-то универсальная штука, которая на вход принимает какую-то андомную страху, и из нее получает разбитый адрес. Когда релизовываешь? Можешь читать. А как это связано с NextGIS? С NextGIS? Вот здесь есть слово NextGIS. Не, а почему это у них? Ну, у них оригинальная база с подрядом. Ты планируешь или используешь тот же именитин для того, чтобы уточнять пользы? Ну, что ты нашел город не только потому, что это две точки Москва, а потому, что Москва встречается в городах. То есть как бы такое вот... Да. То есть, смотрите, там получается очень большая база есть. Ну, первая версия Диакода, которую я сделал на UpstreetModby, она именно так и работала. То есть она проходила по всем словам и искала это слово есть в списке улиц, вообще где-то в каких-то частях этого списка есть, но в списке городов. Ну, этот подход, он просто медленный. Это медленный подход, во-первых. Во-вторых, если у тебя нет какой-то улицы в твоем списке, то ты никак не можешь узнать, что... То есть чисто теоретически тут могут быть адреса из городов, в которых вообще нет опыта. У UpstreetModby может не существовать, но у меня будут данные первые какие-то у вас написаны. А как ты вот относишься к Квадре, Фиасу? Используешь вопрос? Что? Геологический проект. А, да, в Сори. Да. Пока. Ну... Не, ну, речь была о справочнике. То есть о Квадре и Фиасе... Ну, это есть у нас другие участники, которые пытаются заниматься. Нет, а если Фиас прогнать через выгоду что-то... Правильно? Прогнать через... Прогнать... Фиас изначально выделен, не изделён на эти... Костяк, ты пробовал? Прогнать через геакозу и получить... Все, спасибо. Все, спасибо.